Здравствуйте! На канале Деснатова новости в студии Алина Сазонтова. Сегодняшние главные темы. Плановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. За прошедшую неделю заболело 45 человек ковидом и 16 человек в гиммонии. В основном болеют грозные наседения. Праздничная программа к Международному женскому дню. Женщины вдохновляют быть красивыми, счастливыми, весенними, радостными. Акция «Волонтер-красноармеец» в преддверии Международного женского дня. Поражает ваша способность беззаветно любить, глубоко сопереживать, с радостью и терпением заботиться о близких. На плановом заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям была рассмотрена текущая эпидемиологическая обстановка в Десногорске. Так, на 9 марта общее количество случаев ковида составило 2118. Выздоровело 1667 человек, что составляет почти 80%. За прошедшую неделю заболело 45 человек ковидом и 16 человек пневмонии. В основном болеют грозные населения. Также за прошедшую неделю введены карантинные мероприятия в двух школах. По одному классу в первой и второй школах до 15 и 16 марта соответственно. Все действующие в Десногорске ограничительные мероприятия продлены до 31 марта включительно. Это относится и к городским службам. Уборка города и городских подъездов в усиленном режиме будет продолжена. В действии остается и требования к населению по ношению масок в многолюдных местах. Международный женский день традиционно был отмечен множеством торжественных событий. В Десногорске самым массовым из них стала праздничная программа в Центре культуры и молодежной политики, которая прошла в преддверии праздника 5 марта. Весеннее настроение ощущалось уже в холле здания. У нас проходит мастер-класс в акции «Плеты для мамы». Мы их делаем с любовью, своими руками, из гофрированной бумаги. Сделать это может каждый. В предстоящий женский день, а также годовщину общероссийской акции «Взаимопомощи мы вместе» волонтеры отметили своим новым мероприятием «Вам любимые». Представительницам прекрасного пола всех возрастов были вручены тюльпаны ручной работы. Здесь же можно было и пройти мастер-класс по изготовлению этого подарка. А фотографию на память о вечере предлагалось сделать в специально оборудованной фотозоне. Замечательные акции дарят радость, женщины вдохновляют быть красивыми, счастливыми, весенними, радостными. Очень интересно, очень по-праздничному. Сцены для основного события праздничного концерта «Вам любимые» стал киноконцертный зал. На мероприятие пришло более 200 горожан, в том числе представителей городской администрации и местных организаций. А специальным гостем стала первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи женщин и детей Ольга Окунева. Женщина по своей природе – берегиня. И очень важно сберечь уют, сберечь комфорт, сберечь тех, кто рядом. И пусть сегодня у каждой из вас будет много счастья, много радости. Программа праздничного концерта к Международному женскому дню включила в себя 26 номеров, участие в которых приняли почти 100 человек. Это как представители творческих коллективов и ансамблей, так и сольные артисты. А главным посылом выступлений, независимо от жанра, стали признание красоты и заслуг виновниц торжества. Ведь 8 марта остается тем праздником, когда комплиментов женщинам не бывает слишком много. Предстоящий Международный женский день стал прекрасным поводом навестить женщин-участниц Великой Отечественной войны. Это сделали волонтеры Десногорска в форме солдат-красноармейцев 5 марта. Так прошла акция «Волонтер-красноармеец», приуроченная к весеннему празднику. Поражает ваша способность беззаветно любить, глубоко сопереживать, с радостью и терпением заботиться о близких. Удалось посетить ветерана Великой Отечественной войны Октябрину Каноненко и жительницу блокадного Ленинграда Валентину Гомон. Волонтеры поздравили женщин с наступающим женским праздником, поблагодарили их за стойкость и мужество в страшные военные годы, а также подарили символичные подарки. Дай Бог и вам того же, что вы все мне желаете всего доброго. Главное, вы будьте здоровы. Акция «Волонтер-красноармеец» проходила по всей России в преддверии Международного женского дня 8 марта. В завершении выпуска прогноз погоды. 11 марта в Десногорске переменная облачность, небольшой снег. Днем температура минус 6, ночью до минус 15. На сегодня выпуск завершен. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин